Помощь Крымску 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 Неравнодушных было немало. На пункт сбора помощи приходили целыми семьями. И пенсионеры, и молодые родители. Если то, в чем нуждаются оказавшиеся без крова люди. Воду, консервы, крупы, белье, одежду и игрушки. Здесь у нас собраны уже готовые коробки с вещами для отправки. Здесь стоят взрослые вещи, теплые, летние, по коробкам распределены. Здесь у нас консервы, вода питьевая, постельные принадлежности, средства личной гигиены, что больше всего востребовано. Игрушки детские, детская надежда. Всего жители Кольцова собрали более 70 посылок общим весом в 450 килограммов. Значительный вклад в общее дело внесли и организации. Компания «Проспект», магазин «ПрутСип», центр детского творчества «Факел», медсанчасти, бухгалтерия и администрация Кольцова. Я считаю, что это очень нужная вещь. Просто необходимо. Людей попали в беду, им нужно обязательно помочь. И наше дело помочь. Вечером 11 июля грузовик с гуманитарным грузом из Наукограда отправился в Новосибирск, а затем в Крымск. 15 июля 140 лет со дня рождения выдающегося биолога-генетика Николая Константиновича Кольцова. Именно в его честь носит имя наш поселок. У мемориала в центре Наукограда прошел митинг «Память об ученым». Вы помните 25 лет нашей истории, где поселка мы открыли в памятник Николая Константиновича. С тех пор мы активно развиваемся, но этот центр остается быть многолюдным деловым центром Кольцова. Я рад, что общество делового центра начинает строиться на плотному войну. Поэтому это будет действительно центральное место Кольцова, связывающее разные микрорайоны. Поэтому символично, что именно здесь, в этой точке, и памятник Николая Константиновича. Мы сегодня собрались для того, чтобы вот как-то еще раз отдать уважение этому человеку, который он носит. На самом деле это великое дело, когда мы вспоминаем наших учителей. Мы вспоминаем многие годы, не очень простые. Мы восхищаемся людьми, которые умеют заклинуть под кольцов. Николай Кольцов – один из первых отечественных генетиков. Его научные работы известны всему миру. Один из первых он исследовал биофизику клетки, а также выдвинул гипотезу о матричной репродукции хромосом. Ученый предугадал открытие их химического кода. Был одним из основателей в России науки наследственности человека Евгеники. Всей своей деятельностью научно и своей главной целью Николай Константинович ставил улучшение человека. И будучи на первом этапе своего научного развития, он думал, что это возможно с помощью Евгеники, вы знаете, что это наука, улучшение человека с помощью генетики. Однако, понимая, что его идеи могут быть превратно истолкованы, и используя эти идеи научные, человек может быть ограничен своей свободой. На последнем этапе своего, уже будущего мудрёна, он перешёл к новой концепции, и её как раз и пропагандировал. Это создание вокруг человека подходящей любви для его развития, использование тонких воздействий, видов логики, воспитания на формирование речности. Он был стойким в своих убеждениях, он публиковал настойчиво свои работы, даже несмотря на то, что они были почти запрещены. А сейчас мы видим, это всё воспринято, всё это воспринято. И даже те медико-генетические презентации, которые мы имеем сейчас для молодых семей, это тоже вещь, которая была предвидена, предсказана Николайом Константиновичем. К юбилею мемориал учёному украсили туевая аллея и клумбы с розами. В памятный год в школах и на предприятиях Наукограда читали лекции о великом учёном. В Кольцово считают, важно, чтобы люди знали и гордились историей своей малой родины. Летняя шапка. Наукоград принял девятую областную школу авторской песни, сокращённо «Шапка». В палаточном городке в парке Кольцово расположился и запел молодёжный мини-фестиваль. В этом году наша школа авторской песни посвящена 75-летию образования Новосибирской области. Это очень важный для нас момент, потому что мы все жители новосибирской земли. В «Шапке» по традиции приняли участие детские и молодёжные клубы самодеятельной песни из Новосибирской области и всего сибирского региона. В этом году «Шапка» собрала более ста человек. Как всегда, школа учила юных бардов музыки, пению, поэзии, актёрскому мастерству. А по вечерам всех собирали и объединяли концерты – мастеров и почётных гостей, дебютантов и начинающих авторов-всполнителей. Ребята разъедутся по своим городам и увезут с собой новые знания, впечатления и дружбу. История фестиваля показывает – шапочное знакомство в Кольцово – это надолго.